Друзья, всем привет! Сегодня тема про здоровье, а именно про здоровье зубов. В этом видео я хочу сделать небольшой обзор на вот такую вот щётку от Браун, которую мне подарили на Новый год. Это щётка для ежедневной чистки зубов. Вот она представляет собой, что уже в оригинале. Вот такая вот штучка. Её хватает где-то на неделю работы, при условии, что если чистить по 2 минуты 2 раза в день, у неё есть беспроводная зарядка, есть док-станция. Заряжается она в районе 22 часов. Важным преимуществом этой щётки является то, что щётку можно мочить полностью. То есть, она полностью не боится влаги. И то, что к ней продаются вот эти вот насадки. Эти насадки, они сменные. Вот в моём варианте эта щётка называется Oral-B Pro 570. Было две вот таких насадки Cross-to-Ection. Одна у меня не распакованная, а одной я уже пользуюсь. Она подходит очень хорошо для удаления зубного камня, зубного налёта. Единственное, поаккуратнее надо быть с самими пломбами, где пломбы не сильно нужно давить. Щётка обладает таймером. Через каждые 30 секунд она вам сообщает вибрации, что нужно сменить область чистки. То есть, сначала я очищу, допустим, верхнюю левую часть. Потом она вибрирует, я очищу другую часть, верхнюю правую. Потом перемещаюсь обратно в нижнюю часть, чищу там зубы и, соответственно, сюда. Каждые 30 секунд она информирует, что нужно переместиться в другое место. Поэтому за 30 секунд надо, в принципе, успевать чистить вот эту часть зубов. Я не успеваю, я пользуюсь иногда и дольше чищу. Поэтому у меня она где-то хватает дней на 5. Её можно дозаряжать. То есть, вы когда просто почистили, ставите её на станцию. Станция подключается к розетке и она дозаряжается. Полный цикл зарядки 22 часа. Поэтому, кто не хочет пропускать, у кого нет дополнительной щётки, после очистки поставьте её на зарядку. Она у вас дозарядится до вечера или за ночь она дозарядится. Аккумулятор тут никель, не литий-ионный, а никель старого образца. Поэтому для этого аккумулятора нужно либо каждые полгода полностью её разряжать, и потом полностью заряжать, чтобы аккумулятор не терял свою ёмкость. Но я предпочитаю это делать каждый раз. То есть, я её один раз зарядил, потом пользуюсь до упора, пока тут не загорится индикация, что её нужно заряжать. Полностью разряжаю, и после этого она где-то около суток заряжается. В это время, если мне один раз надо почистить зубы, я очищу обычной зубной щёткой. По ощущениям, значит, производитель пишет, что нужно посмотреть свои ощущения, в чьи первых трёх дней может быть кровоточивость дёсен. У меня такой кровоточивости... Ну, было раздражение небольшое, но сейчас оно прошло. Сейчас посмотрим, как она работает. Вот она включилась. У более дорогих моделей, у более дорогих моделей, вот как эта, PRO 570, у неё идут движения влево-вправо, и плюс она ещё сама вибрирует, продольные движения идут вот такие вот. Это как бы лучше для того, чтобы она убирала налёт. В более дешёвых щётках, там в Виталите 100, там вот этого продольного движения нет. Хотя вот эти движения влево-вправо по окружности, они также присутствуют. Поэтому, поработав вот этой щёткой, я не могу сказать, что прям вот это продольное движение, оно как-то там сильно помогает. Поэтому можно брать более дешёвый вариант щётки и не заморачиваться на этот счёт. Также плюсом у этой щётки является то, что есть различные насадки. То есть, есть насадка Floss Action, есть насадка 3D White, есть насадка Sensitive Clean, тризон. То есть, различные насадки в зависимости от ваших предпочтений. Можно их все попробовать. Есть насадки именно для облегчения утоления от налёта у краешка зуба. У них более вот мягкие вот эти вот боковые щетинки. Есть насадки для более чувствительных зубов. То есть, сейчас я скажу, какие насадки есть. Есть насадка Oral-B Essence, для чувствительных зубов она предназначена. Есть насадка 3D White. Именно там идёт такая вот специальная отбеливающая штучка. То есть, она вроде как отбеливает. Есть насадка Floss To Action. Ну, в общем, этих насадок очень много. Они в основном все имеют жёсткость щетины 3 из 5. И есть для чувствительных зубов насадка, она имеет жёсткость щетинки 1. То есть, для людей с чувствительными зубами можно её сразу прикупить. Значит, насадки продаются в любых магазинах. Можно заказать на любых, как сказать, торговых площадках, где вы обычно закупаетесь. Это и Озон, и Вайлберис. Насадку нужно менять где-то раз в 3 месяца. Об этом будут сигнализировать щетинки, которые будут изнашиваться. И вы можете попробовать различные насадки. Вот в чём плюс этой щётки? То, что всегда есть доступные насадки. Можно зайти в магазин и купить. Щётка выполнена достаточно качественно. Вот эта вот сама часть, она прорезиненная. Действительно, вы её не уроните. Когда её держите, очень хорошее удержание вот этим большим пальцем. и никогда вы её не уроните на пол. Потом дальше. Тут есть у каждой насадки есть вот такое колечко. Можно использовать несколько насадок для каждого члена семьи. То есть, иметь одну щётку и при этом пользоваться двумя-тремя людьми, если у вас у каждого есть насадка. И вот эти вот как раз колечки, они используются для того, чтобы не перепутать, у кого какая щётка. Но производитель интересно сделал. Вот в подарочный набор он мне положил две одинаковых насадки с одинаковой индикацией синего цвета. То есть, по-любому, если кому-то другому нужно использовать, уже нужно докупать. Это сделано, я думаю, специально, чтобы сразу докупали эти щётки. Обязательно сравнивайте цены на маркете, потому что может так быть, что где-то эта щётка будет стоить три с половиной тысячи, а где-то там в районе двух с половиной. И даже три семьсот, вот я когда смотрел цены, были под четыре тысячи практически. И на Яндекс.Маркете её можно было купить за две с половиной. А если есть какие-то бонусы, где-то, да, вот на Озоне у меня копятся бонусы, я могу ими оплатить часть покупки, там порядка 50%. Поэтому щётка прям обошлась очень дёшево. Есть индикация, то есть, когда он заряжается, он мигает жёлтым светом. Перезарядить эту щётку нельзя, то есть, можно её ставить. Постоянно вот этот вот сам... Вот эта вот сама зарядная станция, она может быть подключена к розетке, и не нужно об этом беспокоиться. То есть, она когда зарядится, она просто перестанет туда поступать электричество, и, соответственно, просто будет использоваться как подставку. Тут есть, соответственно, две подставочки под две вот этих насадки. Получается, как семейный набор. Это именно вот в комплектации Oral-B Pro 570. Есть чуть дешевле комплектация Pro 500, такая же зумная щётка, только там одна насадка, и нет вот этой вот платформы для установки вот этих дополнительных щёток. В целом, используя эту щётку где-то уже, наверное, две недели, несколько раз я заряжал. Мне её хватает, в принципе, где-то на пять дней использования, при том, что я чищу больше, чем две минуты. Я медленно чищу зубы. Там никакого дискомфорта в зубах нет. То есть, она хорошо убирает сам налёт. Она не травмирует дёсна. И, в принципе, ощущения только положительные. Поэтому, наверное, могу рекомендовать я эту щётку для приобретения. А с вами был Горбунов Сергей. Всем пока, до новых встреч!